Разделение команд на дивизионы лишило столичную публику фирменных блюд. За пять месяцев малая спортивная арена Лужников не видела ни одного дерби. Устроителям предматчевого шоу пришлось обращаться к архивам. Традиционный огненный клип монтировали из прошлогодних кадров. На них динамовцы в белом, армейцы в форме с предыдущим дизайном. Гол состоялся на третьей минуте. Динамовский викинг Маттиас Вейнхандель воспользовался первым подарком армейской обороны. Дальнейший план команды Вуйтыка стал ясен после перерыва. Как только один, два, а то и три армейца оказывались на скамейке для плохих парней, динамовский легион включал обороты. Вейнхандель, Ландри и Чиянок раз за разом испытывали Марк Канена на прочность, но Финн не дрогнул. От усилий вспотели не только сами хозяева, но даже их клюшки все тщетно. Юсси ловит все, что приближается к воротам. Его визави Еремеев также не подражаем. На такие игры особенно настраиваться не надо, даже сегодня какой-то установки особенно не было, потому что все ребята понимают, что это за игра. В середине второго периода Афанасенков и Куляш обменялись любезностями. Динамовец отмахнулся, армеец спустил в ход клюшку, но обошлось, никто не заметил. Я этого момента не видел, но в любом случае все действия, которые несут вред здоровью игрокам, я не приветствовал. С моей камерки вовсе не было ничего видно, я просто не знал, что там случилось, не могу к этому ничего сказать. Грубить царь пушка армейцев умеет, при этом исправно набирает очки за результативность. На 36-й минуте броском из-за кадра Куляш сравнивает счет. Тренерский штаб ЦСКА не раз отмечал, что доверяет своим вратарям, иногда это расслабляет. Юси Марканин зачем-то решил посоревноваться с Дмитрием Афанасенковым в обводке. В результате на помощь пришлось вызывать чудо. Не обошлось без потусторонних силы в овертайме, иначе чем объяснить попадание рахунка в перекладину и фатальную ошибку Марканина, которая принесла победу белоголубым в первом дерби сезона.